Привет, креплены! С вами Павел. Майнинг сдох окончательно и бесповоротно. Давайте разбираться. Кроме шуток, майнинг действительно помер. И помер он еще 15 сентября 2021 года. Все мы с вами знаем, что эфир ушел на пост. После чего эта его огромная мощность петахеш перенеслась на все оставшиеся алгоритмы, которые были максимально к нему приближены. Кто-то из вас пытался еще куда-то переходить, но доходности не было. Доходности не было тогда, доходности нету и сейчас. Прошло уже 4 месяца, а мы с вами видим какие-то вшивые минус 2 доллара, либо плюс 15 долларов, но на алгоритме, который уничтожает видеокарту, потому что манится в туалле. эфириум классик плюс каспа, например, та же самая. Что такое 15 долларов? Даже за вычетом розетки. Каких-то навсего всего лишь чуть меньше 5000 рублей по нынешнему курсу доллара. Или порядка там 60 тысяч рублей, там чуть меньше, 50 тысяч рублей за год. Максимум, что можно на эти деньги себе позволить, я не знаю, то в Турцию скататься и то только на билеты туда-обратно, без отеля. В общем, ни о чем. Да и потом еще майнить. Это вот эти вот машины, которые собирают пыль, излучают радиацию, потребляют огромное количество электроэнергии, еще не дай бог она сгорит. А еще и надо подумать, где ее разместить. А летом она перегревается, а зимой она замерзает. Это не нужно. Подумайте об экологии в конце концов, но о ней чуть-чуть попозже. Подумай, что видеокарты сейчас стоят в 3-4 раза дешевле, чем они стоили на обычном рынке. Но кому они нужны? Они вам продаются в Индии на килограммы. Просто вот идешь и покупаешь на вес этих видеокарт. Надежды совсем не осталось. Это вам не 2018 год, когда крипта упала еще ниже. Когда мы с вами видели вот этот просвет надежды на рост, потому что мы почувствовали то самое дно. Дно, когда майинг стал невыгоден окончательно для всех и каждого. Когда эти видеокарты даже на вторичном рынке не продавались и были абсолютно никому не нужны. Но мы видели вот этот момент непонимания и незнания того, что вообще что-то может быть в этом будущем. Что вот Эфир будет 4 тысячи долларов, потому что в 2018 году Эфир был никем и ничем. И была надежда на то, что этот скамный, никому не понятный, только что появившийся на рынке продукт выстрелит. И он выстрелил. Но то было тогда. Да, сейчас этот гигант индустрии перешел на пост. Он предал своих майнеров. Предал нас с вами. Тех, кто в него верил. Кто насиловал свои видеокарты ради того, чтобы он жил и развивался. И наплевать, что вся индустрия продолжает развиваться. Что тот же самый алгоритм Каспо с инновационным блокчейном, которого еще не было до данного времени. Что то же самое Эрго. Эрго, огромная индустрия со своими дексами, со своими площадками, но это все фейки. Вы должны это осознать, все это скам. Единственная с вами у нас надежда, это выключить свои майнинг риги. Выключить для того, чтобы та маленькая часть людей, которые не верят в то, что крипта умерла, продолжили это делать. Для того, чтобы зарабатывать хотя бы пару долларов. Мы же с вами можем эти фирмы разобрать и красиво разместить их гвоздями на стене. Такой некий антуражный ноу-хау. И все, что мы с вами делали, изучали криптомир, изучали, как работает этот майнинг, изучали все эти алгоритмы. Все это не имеет смысла. Абсолютно никакого. Потому что результат мы с вами видим по калькулятору стоит прямо сейчас открыть калькулятор и мы с вами видим, что доходность нулевая либо в минус. И мы не можем себе позволить насиловать наши видеокарты ради вот этих мнимых фантазий, которые нам навязывает интернет. Потому что блокчейн, эфира, эрго, каспы, кортекса, рвн, фира. Все это миф. Все это пирамидальные схемы, которые живут от майнера к майнеру. Появился плюс один майнер, и сеть начинает жить. Ушел один майнер, и сеть сразу загибается. Вместе с ее доходностью капитализации. А вы капитализацию вообще видели? Да там капитализация, слезы. 70 миллионов долларов, 2 миллиона долларов, 5 миллионов долларов. Да что это такое в рамках криптомира? Ну вы сами подумайте, то ли дело биткоин. То ли дело вот тот самый настоящий трушный биткоин, который тоже не выгоден, ребята, абсолютно. Ведь для того, чтобы его майнить, мы используем вот эти асики, вот эти машины, которые еще сильнее вредят нашей природе. Еще сильнее разрушают электромагнитные поля. При том, что доходность-то да, на них она вроде бы как бы и есть. И окупаемость там 17-20 месяцев, товарищи. Где наши с вами 3 месяца, вот те волшебные, о которых мы с вами мечтали во время вычки. О которых мы с вами мечтаем сейчас. И ладно, там на видеокартах еще хотя бы ликвидный тафар. И мы его можем распродать. Мы его можем разместить в компьютерные боксы и сделать компьютерные клубы. Или же просто поиграться в контру. Ну то есть мы найдем им применение. Что делать с этими асиками? Жрут как не в себя. Доходность да, чуть больше. Чуть больше доходность. 10 тысяч долларов вложи для чего? Для того, чтобы зарабатывать около 600 баксов в месяц сейчас? Ну это же копейки. Крипта создана для того, чтобы мы сегодня в нее положили 10 тысяч баксов, а завтра сняли миллион. И никак иначе, товарищ. Никак иначе. Рынок нас обманул с вами. В очередной раз подкинул нам с вами свинью. Которую я не знаю, когда же переварить. Как с этим можно жить? 42 тысячи рублей в месяц. Это же всего лишь средняя зарплата москвича. Как можно на эти деньги вообще прожить? Где наши миллионы? Я протестую, товарищи. И каждого из вас призываю протестовать против этого беспредела. Нам необходимо с вами собрать коалицию майнеров, объединиться. И заставить этих несчастных китов качнуть нам наш биткоин до 100 тысяч долларов. Иначе все теряет смысл. Они нас поставили с вами в такое неудобное положение, когда мы не знаем, как из него выйти. А входить сейчас в новые майнеры. Ну вот вы сами подумайте. По 3 киловатта одна машина. Где ее размещать? Мы с вами видим, один майнинг-отель вскрыли. На других куча асиков проехались катком. Вы можете спросить. Вот ты, Паша, говоришь, у нас тут есть майнинг-отель в Казахстане. Хороший, охраняемый, с официальными лицензиями. С разрешением на майнинг. С дешевой электричкой. Ну это же в Казахстане. И нам это не подходит. Мы лучше разместимся на балконе. С коммерческой розеткой или с домашней розеткой в 6 рублей. И нам невыгодно. Поэтому все эти цифры. Пыль. Этого нет. Майнинг мертв. Криптовалюта больше не возродится никогда. Никогда, товарищи. Больше этого не произойдет. Это происходило уже в 2013 году. Это происходило в 2017 году. В 2020-2021 году. Ну все, хватит. Наигрались. Это конец. Майнинг умер, товарищи. А этом рынке ловить больше нечем. Но мы еще можем с вами купить криптовалюту. Купить ее. На бирже. Кинуть ее в стейкинг под 300% годовых. На каком-нибудь новом токене по мотивам нового сериала. И будем видеть эти красивые цифры, которые приведут нас к этому миллиону долларов. До того момента, пока у нас с вами ее не заблокирует биржа или не украдет какой-нибудь новый хакер. Но это риски. Это наши осознанные с вами риски. Но тут хотя бы есть шанс. Тут хотя бы есть вот эта маленькая надежда на то, что крипта сделает иксы. И мы на те деньги, что вложили в нее, сможем. Сможем, наконец, в моменте стать долларовыми миллионерами. Давайте скажем всем, если бы мы хотели вот так вот страдать, открывать бизнес и держать его годами в надежде на то, что он выйдет в плюс через каких-то 2-3 года, то лучше бы мы занялись чебуречной. Или открыли бы палатку с шаурмой, в конце концов. Там хотя бы живой трафик есть, какая-то видимая прибыль. Вот этого кэша туда-сюда двигается. Где наши деньги? Довели меня просто. Эти... Эти киты-барыги. Я так же страдаю, как и вы, ребят. Так же, абсолютно. Фермы не приносят, как раньше. В апреле 21-го или в сентябре. Я хочу обратно. Зачем они так с нами поступают? Мы должны бороться и объявить всем бойкот. Отключаем все наши майнинг-риги. Отключаем их. Все. Мы бойкотируем эту продажную систему, которая не дает нам с вами сейчас зарабатывать деньги. Мы не будем переходить к тебе в телеграм-канал и смотреть на твои прайсы со вкусными ценами на асики. Потому что они только будут вызывать у нас чувство того, что оно же вкусно сейчас. А если вырастет? Ни в коем случае. Нет. Более того, мы выложим все наше оборудование на Авито. По цене в три раза меньше, чем самая низкая цена сейчас на Авито. чтобы умылись все эти барыги, которые сейчас пытаются продолжать вырабатывать на том, что было для нас свято, на том, что связано с майнингом. Я не могу продолжать, ребята, этот ролик. Очень тяжело. Очень. Прямо. Прямо вот здесь. Бесконечно тяжело. Обидно. Грузно. Столько времени и сил потрачено было на это. В никуда. Не прошу от вас поддержки в виде лайка, подписки и комментарии. И может быть еще останется надежда, что появится какая-нибудь новая пирамида типа эфира три тройки. Калькулятор, который покажет нам доходности в тысячу процентов годовых. На этом я с вами прощаюсь. И, наверное, придется закрыть канал. Че-то грустно прям. Реально как-то стало вот так вот, если подумать, что если действительно все так плохо, то прям прям на пирамида пищах какая-то. Ей-богу. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта небольшая зарисовка. Я попытался вложить в нее всем вот эти негодования, которые сыпятся пачками просто под каждым ролике о майнинге и в нашей, конечно же, сообществе. Немножко вас, может быть, повеселил. Но давайте приступим все-таки к делу немножечко. Да, майник навсегда останется, никуда он не денется. Его уже реально заколебали хоронить, да, как бы еще с 13-го года его постоянно хоронят. Он умирает, умирает и умирает. У всех он умирает, а у тех, кто продолжает работать, считать, дружить с цифрами и думать головой, да, при этом имеет адекватное отношение к делу, которым он любит заниматься, у тех вот все более-менее хорошо. Надеюсь, что вот далеко не все досмотрят после титров, после этой заставочки наши закрывашки. Да, и просто реально будет даже те, кто уверует и отключит нахрен свои рии, чтобы вы еще побольше зарабатывали. И асики в том числе туда же. В общем, друзья, на самом деле кратенько, вот прям очень кратенько пробежимся. Не буду сейчас еще сильнее вас загонять, потому что основная история этого ролика, конечно, был вот этот юмор в начале. Я хотел вам рассказать, еще вот открыл у нас в прайсе, просто потихонечку так изучаю, потихонечку так накидываю в каждом ролике, для того, чтобы было что-то новое и интересное для изучения. Итак, моделька S19A Pro хотел ее рассмотреть на 110 терахэш. У нее достаточно вкусная и интересная цена по нашему прайсу, 2,255 долларов. И потребление адекватное, 3,250, приступы потребления, как у обычного S19. Но выдает она на 15 терахэш больше. То есть, по сути, как еще один S9 в подарок, просто идет туда с бесплатной электричкой. И давайте прикинем, типа, S9 с бесплатной электричкой, да, был бы вот вообще с потреблением в ноль. Но даже сейчас тогда в таком случае эти S9 в принципе очень неплохие машины. А тут они идут как бы в подарок опционально. Давайте посмотрим на таблицу и разберем, насколько он хорош и что у нас сейчас вообще нам майнинг предлагает. Для того, чтобы быть более объективным, потому что курс рубля к доллару постоянно туда-сюда лихарадит, у нас в прайсе указана цена за розетку в наших майнинг-отелях 0,05 доллара. Если точнее, 0,056, ну, это уже там совсем такие копеечные погрешности, поэтому в нашей таблице я сейчас укажу, что просто стоимость розетки у нас будет 4 рубля за киловатт. 4 рубля за киловатт, в принципе, это достаточно адекватно и у многих по России цена розетки значительно ниже. Ну, у некоторых, конечно, и побольше, но вот плюс-минус, я думаю, все равно будет интересно посмотреть. Итак, добавляем вот к нашей таблице разбора, да, у нас был S19, J-Pro и вот A-Pro на 110 я добавил. Цена, в принципе, за терахэш у нас у J-Pro была сильно выше, чем у S19. Вот мы можем с вами наблюдать, но по итогу мы с вами помним, что окупаемость у них была абсолютно одинаковой за счет более энергоэффективного потребления, причем на 200 Вт всего, но по итогу оказывается, что выгодно. S19 A-Pro самая дешевая цена за мегахэш, но при этом потребление такое же. Ну, в общем, как я и сказал, цена за киловатт 4 рубля, курс доллара уже просто опционально поставил 68, биток у нас сейчас в районе 21 тысячи долларов, доходность у нас немножечко просела, прям совсем капельку от последних расчетов, но мы говорили с вами об этом, что сейчас сложность битка вырастет, и она, конечно же, выросла, и доходность у нас в крипте чуть-чуть, конечно же, просела. Давайте посмотрим, насколько это глобально изменилось ситуацию. Если мы вот так вот будем майить, то майим мы, конечно же, в плюс с 35, 42, 48 процентов годовых, и да, у нас получается по факту S19A Pro на 110 терахэш на данный момент самый выгодный аппарат. И, ребят, конечно же, да, в эту стоимость, стоимость самой машины, я здесь указываю сухую стоимость, я не добавляю стоимость еще доставки в 400 долларов, ее можно добавить. Глобально это на ситуацию изменит, но только то, что визуально нам таблицы покажут чуть больше окупаемости, чуть меньше процентов годовых, но не настолько это сильно и принципиально важно, потому что у нас в любом раскладе сейчас, когда крипта полезет вверх, асики наши вырастут в цене, ну и поэтому эту сумму мы можем даже потом нивелировать, считать ее сильно после, поэтому я здесь просто не учитываю. Если хотите, кстати, напишите об этом в комментариях, чтобы я учитывал всю сумму полностью, включая стоимость доставки, ну, может быть, вам будет визуально просто приятнее смотреть на более четкие конкретные цифры, которые придется там выложить для того, чтобы получить определенную, скажем так, доходность. Да, по факту получается все равно у нас достаточно неплохо, даже если будет 30% годовых, вот представьте, 30% годовых, как раз вот эти цифры, которые здесь у нас чуть повыше, заложим их в стоимость асика, поэтому у нас цифра будет визуально меньше. 30% годовых, это охренеть как дохрена, это даже хорошо, что с учетом того, что мы будем выводиться прямо здесь, сегодня и сейчас для оплаты электроэнергии, но повторюсь еще раз, это вот надо быть вот таким вот просто майнером, для того, чтобы сейчас выводить битки свои намайненные по вот таким, по такой стоимости курса. Это абсолютно нерентабельно. Мы с вами уже прошли все самое сложное время вот этого цикличного падения криптозимы, который у нас происходил с начала 22-го года вот по практически нынешний момент, сейчас мы уже с вами видим небольшой разворот, это еще не конечный разворот, нас еще в марте могут побрить так достаточно неплохо, опустив обратно все ко дну, но это дно, оно будет примерно тем же самого, которое мы с вами уже видели, да, то есть это будет там, ну, 16 тысяч долларов, ну, может быть, до 15-ти прям прожмут, чтобы выдавить просто оставшегося, я не знаю, самого крепкого хомячка, а дальше уже все, дальше пойдет у нас просто цикличный рост, рост у нас идет просто немножечко медленнее, чем у нас идет падение, с учетом того, что падение-то длилось год, но рост у нас точно будет потихонечку разворачиваться тренд в течение всего 23-го года, в 24-м году, когда произойдет еще и халвинг, вот тогда мы снимем с вами все сливки, не расслабляемся, продолжаем майнить, радуемся тому, что мы с вами в плюсах, даже майнинги на видеокартах, как бы это ни было пока что печально, что доходность не очень высокая, но перспективы очень огромные, кто еще не видел, ребята, обязательно посмотрите, вчера только вышел у нас ролик про Каспу, вот токенный обзор, потенциал роста стоимости этого блокчейна, этого токена мы пока сказать не можем, сами немножечко не понимаем, но сама технология и задумка, которая заложена в Каспу, просто феноменальная, то есть блокчейн научился решать все три проблемы, по сути, которые существовали до нынешних пор у блокчейнов, а какие-то проблемы, вы также сможете узнать из этого ролика, настоятельно рекомендую к просмотру. Для тех же, кто хочет приобрести майнинг риги или асика оборудования и разместить его сразу же, допустим, на наших майнинг-отелях в Казахстане, ссылочка будет в описании на наш телеграм-канал, а там в закрепленном сообщении вы найдете прайс-листы наши, точнее, посты с ссылками на прайс-лист и с контактами менеджеров, менеджеров в Москве и менеджера в Казахстане. Обязательно обращайтесь, не стесняйтесь, на любые вопросы ребята ответят, проконсультируют по любому вопросу, переходите в наш чатик в том же самом телеграме и общайтесь в сообществе таких же криптонов, которые понимают, что они делают и наслаждаются процессом. На этом все, если этот ролик вам понравился, обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на наш ютуб-канал и прожимайте клок, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. С вами был Павел, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok